Добрый вечер, дорогие будущие фармаси-пункты компании Фармаси. Я рада вас приветствовать в нашей мастерской успеха и красоты. Меня зовут Елена Скалько и сегодняшний вечер мы с вами проведем на обучении номер один, которое так и называется, ключ к успеху номер один. Целью нашего сегодняшнего обучения будет, конечно же, узнать, что такое есть фармаси-пункт, каковы его задачи, каковы права и обязанности лидера этого самого фармаси-пункта. Мы должны с вами сегодня научиться работать с темой 1С бухгалтерия, ну и, собственно говоря, получить ответы на все свои вопросы. Итак, прежде всего давайте разберемся с тем, что же такое фармаси-пункт. Представьте себе, что есть такая компания, такая как наша, фармаси. Есть клиенты, которые очень хотят получить свои заказы, очень хотят получить свою продукцию. Так вот, в нашей компании осуществление вот этой коммуникации между клиентами и компанией происходит благодаря как раз существованию фармаси-пункта. Фармаси-пункт это не офис, не склад, как, может быть, многие могут подумать. Это виртуальное место, в которое можно сдать заказы и которое является так называемым посредником между клиентами и компанией. Для того, чтобы сдать заказ, клиенту необходимо будет обратиться не напрямую в компанию, а обратиться к человеку-держателю фармаси-пункта, который благодаря программе 1С бухгалтерия сможет вбить этот заказ в систему и передать его компании, внеся соответствующие изменения. Итак, какие же задачи стоят и перед фармаси-пунктом? В первую очередь, фармаси-пункт самостоятельно регистрирует новых консультантов. И фармаси-пункт именно несет ответственность за достоверность информации об этих самых консультантах. Фармаси-пункт является глазами, ушами, руками компании, потому что без вас компания никоим образом не увидит и не узнает, является ли Марья Ивановна на самом деле Марья Ивановна или может быть она Иван Иванович. Вторая задача, которая стоит перед фармаси-пунктами, это обслуживание уже существующих консультантов. Все зарегистрировали новичка, следующий его заказ, он является уже стареньким, существующим консультантом. И конечно же, ваша задача помочь ему оформить заказ в системе с помощью 1С бухгалтерии, либо он вам звонит по телефону, либо передает свой заказ каким-то еще другим способом, но ваша задача сделать так, чтобы он все-таки попал в компанию. Либо вы предоставляете доступ на портал вашим консультантам, где им открывается их собственный кабинет, и через этот собственный кабинет они смогут также самостоятельно уже сдать заказ в компанию, не надиктовывая его вам по телефону. Также фармаси-пункты занимаются тем, что создают консолидации. Что такое консолидация? Это когда заказ набранный, собранный, проведенный, отправляется уже на склад. И вы можете отправить либо единичный заказ, либо объединить несколько заказов в один с целью оптимизации доставки, то есть сделать ее дешевле таким образом можно, либо вообще бесплатно. И также фармаси-пункт у нас определяет условия оплаты данного заказа. Именно фармаси-пункт решает, пройдет этот заказ по наложенному платежу, то есть оплачен будет на месте при получении, либо на этот заказ будет делаться предоплата. Также только фармаси-пунктам предоставляется отсрочка платежа. Именно фармаси-пункт решает, давать эту отсрочку или не давать, потому что все ответственность за оплату данного заказа лежит не на консультанте, а лежит на фармаси-пункте. Мы всегда говорили и продолжаем говорить о том, что предпочтительной формой оплаты, конечно же, является наложенный платеж и предоплата. Отсрочка платежа является привилегией именно держателя фармаси-пункта, то есть ваш собственный заказ будет вам отгружаться с отсрочкой платежа. Вы вправе решать это для себя самих. Но кому вы захотите предоставить эту функцию и с кем вы захотите рискнуть оплатой, это уже, конечно, ваше дело и ваше право. Кроме того, еще одной задачей как раз фармаси-пункта является финансовый контроль и ответственность за оплату заказов. С сегодняшнего момента, решив открыть фармаси-пункт, вы должны понимать, что вся ответственность за оплату, либо неоплату данных заказов ложится теперь на вас. Это достаточно ответственное решение, именно сегодня вы как раз должны его принять. Хотите ли вы нести эту ответственность, либо не хотите. Для чего же мы вводим эту функцию? Для того, чтобы, естественно, деньги поступали своевременно на счет компании. Для того, чтобы не было вот этих последствий дебюторской задолженности для компании фармаси-пункта, как раз и вводится ряд отчетов. У вас будет возможность проанализировать заказ, каждый заказ, когда он был сделан, когда подходит срок его оплаты, оплачиваем ли он, может быть где-то по дороге потерялись деньги, либо там не дошел наложенный платеж. То есть разные могут быть ситуации, и у вас будут все инструменты для того, чтобы отследить своевременность оплаты данного заказа. И перед вами сейчас вот фрагмент отчета по дебюторской задолженности. То есть таким образом мы уже начинаем немножечко ознакомиться с теми функциями, которые заложены в 1С. И вы видите, что в этом отчете есть ряд колоночек, которые будут вам очень полезны. Есть так называемая общая задолженность, есть рабочая задолженность. Это та, которая формируется, как только сдан заказ. И в течение 14 дней заказ считается, имеет рабочую задолженность. То есть это неплохая задолженность, непросроченная. Просто компания в течение 14 дней ждет дохождения денег по тому или иному заказу. Это в том случае, если была дана отсрочка платежа. Если вдруг заказ был не оплачен в течение этих 14 дней, то с 15 по 24 день он плавно перемещается в колонку просроченная задолженность от 15 до 24 дней. Если и тогда он был не оплачен, соответственно, в следующую колонку от 25 до 59 дней и от 60 и далее. То есть вот эти вот колонки помогают вам отследить, что же происходит с заказом, с его оплатой. И не дай Боже, здесь какие-то возникают проблемы, вы сможете их сразу же увидеть и как-то на них отреагировать. Я уверена, что у тех, кто сегодня слушает этот вебинар, у них эти колонки будут чистые, чистые. И никогда не возникнет такая ситуация, что какой-то из заказов у них будет не оплачен. Но на всякий случай, конечно же, вы должны знать, что может происходить с заказами, в какие ситуации может попасть владелец фармасиппункта. Чем это будет чревато для нашего владельца фармасиппункта? Если в колонках просроченная задолженность от 25 до 59 дней и проблемная задолженность от 60 до буквально 1 сентября 2012 года, если в этой колонке сумма задолженности будет превышать 100 гривен, и плюс к этому еще в колонке процент просроченной задолженности от 0 до 24 дней будет более 5% стоять, то в этом случае выплаты комиссионных не производятся. То есть начисляться начисляется, но не производится выплата. То есть если мы с вами возьмем вот эти вот колоночки, то ни в коем случае у вас не должна возникать задолженность в этой колонке, и естественно ни в коем случае у вас не должен быть вот здесь вот процент больше 5%. То есть это вот те самые две колонки, которые у вас должны быть девственно чистые. Если же у вас будет в этих колонках чисто, но вот этот процент задолженности у вас будет больше 5%, то в этом случае тоже начисляться выплата не будет, осуществляться выплата тоже не будет. Поэтому вы должны следить за тем, чтобы в этих колонках все было чисто, и все ваши заказы были на максимум в колонке рабочая задолженность, не переходя в дальнейшие колонки, которые говорят о том, что заказ уже не оплачен и возникает какая-то проблема. Что касается следующей задачи, которая стоит перед фармасипунктом, это информационная поддержка. Вы должны понимать, что как только вы открываете фармасипункт, вы переходите на абсолютно другой уровень сотрудничества с компанией. Все, что компания будет присылать, всевозможные письма, акции, скидки, информация, новости, изменения, все это будет приходить в первую очередь вам. И ваша уже задача будет передавать эту информацию своим консультантам и вашим подрастающим лидерам, которые будут растить свои структуры, но еще не имеют фармасипункта. Для того, чтобы они тоже были в курсе дела. То есть, ваша еще задача это информационно поддерживать, не только зарегистрировать и сдавать их заказы, но еще и всячески поддерживать. Кроме того, ваша задача это анализировать и, конечно же, влиять на достижение запланированных результатов своей структуры. Вы должны понимать, что сегодня вам открывается фармасипункт, когда вы находитесь на статусе, ни ниже статуса бизнес-партнера. Если вы растете или хотя бы удерживаете этот статус, то вы получаете свое вознаграждение, вы работаете с кабинетом, который вам открывает компания, все замечательно. Но если вы падаете ниже статуса бизнес-партнера, то никакое вознаграждение за работу фармасипункта вам не начисляется. То есть вот эти ваши функции, которые вы будете выполнять, вы практически выполняете их бесплатно, потому что вы не выдерживаете те условия, которые поставила компания. Более того, если вы держите этот статус ниже бизнес-партнера достаточно долгое время, то может стать вопрос о том, чтобы фармасипункт у вас был забран, и вы переходите в разряд лидера без фармасипункта. Таким образом, я надеюсь, что сегодня присутствующие и слушающие меня запомнят, что очень важно ценить тот инструмент, который вы получили, и использовать его для развития. То есть вам открывается фармасипункт не для того, чтобы вы просто набивали заказы и делали лишнюю работу механическую. Фармасипункт открывается вам для того, чтобы вы росли и могли сами влиять на свой бизнес. Какие есть преимущества и мотивации для открытия фармасипункта? То есть что вам несет фармасипункт? В первую очередь, конечно же, это статусность в компании. Как вы уже поняли, фармасипункты у нас все известны на пересчет. Все, кто имеет фармасипункт, эти фамилии у нас на слуху, и, конечно же, в первую очередь, все, что касается изменений, доносится в первую очередь фармасипунктам, как к очень главному логистическому звену компании. Естественно, вся информация, которая к вам поступает, она поступает непосредственно от компании. Это не переданная через десятые руки информация. Это то, что непосредственно вы получаете от руководства компании. И ваша задача уже использовать это для развития своего собственного бизнеса. Конечно же, у вас уже больше возможности влияния. В чем будет заключаться влияние? Ну, хотя бы даже в том, что вы видите полностью всю свою структуру. Вы можете рассчитывать и влиять на результаты закрытия своего месяца. Например, у вас сразу перед глазами видно, сколько у вас активных, сколько у вас оборотов уже накоплено. И вы можете влиять на эту сумму до последней минуты, последнего дня месяца. То есть теперь вы можете даже в 12 часов ночи, перед 12 часами ночи сесть и сделать тот результат, который вы себе запланировали. И для вас время практически безграничное с открытием фармасипункта. Конечно же, вы получаете профессиональное обучение. Потому что то, что вы узнаете, работа в 1С-бухгалтерии, это бухгалтерская программа. Это, скажем так, высший пилотаж научиться работать в этой программе. А уж с тем, что сделали из этой программы наши программисты талантливые, поверьте мне, даже бухгалтера не узнают то, что они сделали из этой программы. И насколько вы поднимаетесь на другой уровень уже развития своего, когда начинаете работать в этом программном обеспечении. Что касается денежной компенсации, то это, наверное, одно из главных еще преимуществ и мотивации открытия фармасипункта. То есть, с сегодняшнего дня все заказы, которые будут набиты вами, либо сданы через портал вашими консультантами, это не имеет значения, кто сдавал заказ. Главное, чтобы это сдавалось через ваш фармасипункт. Так вот, за эти заказы компания будет вам платить денежную компенсацию. За то, что вы тратите свое время, свои усилия и делаете такую важную работу для компании. Если вы являетесь частным предпринимателем, то вы получаете 5% от оборотов тех заказов, которые проходят через ваш фармасипункт. Если вы являетесь физлицом, то есть какое-то время вы можете быть физлицом, вы это знаете до статуса управляющего, то вы получаете те же 5%, но с учетом налогов, которые компании обязаны удержать из вашего вознаграждения. И на руки с этим вычетом получается где-то 3,08% от оборота. Чем интересна вообще эта денежная компенсация? Тем, что выплата вам идет не так, как в маркетинг плане, с первой, второй, третьей линии ваших структур, а абсолютно со всех линий, которые обслуживаются, именно прикреплены к вашему фармасипункту. Таким образом, вы можете получать даже вознаграждение с десятой линии, если только эти люди все прикреплены к вам. Немножечко полезной информации. То есть сейчас перед вами вы видите вопросы, которые могут у вас возникнуть уже в процессе работы вашего фармасипункта. Мы сейчас рассмотрим, кто вам может помочь в решении этих вопросов, ну и, собственно говоря, где найти этого человека или этих людей. Итак, если у вас возникают какие-то проблемы с системой, то решить вашу проблему сможет оператор технической поддержки. К нему можно обратиться в скайпе через группу поддержки в фармасипунктах. Как туда попасть? То есть вас должен зарегистрировать в эту группу ваш ваш стоящий лидер. То есть вы к нему обращаетесь, и все ваши проблемы решаются именно там, быстро и безболезненно. Если возникают какие-то проблемы с сервисом, что это такое? Это все, что касается ваших заказов. То у нас есть горячая линия, колл-центр, телефоны тоже перед вами. Вы звоните на любой, и ваш звонок принимает свободный на тот момент оператор. То есть эти телефоны не закреплены за какими-то конкретными операторами, а автоматическая линия переключает вас на того, который в данный момент свободен. Если вдруг не свободный никто, то просто предложит вам немножечко подождать и обязательно соединит автоматически с тем оператором, который освобождается. Большая просьба, очень кратко, четко, но естественно по существу, и очень важно дружелюбно общаться с нашими милыми операторами. Проверьте мне, они просто волшебницы, всегда смогут помочь вам в вашей ситуации. Только постарайтесь четко объяснить, что вы хотите, что у вас произошло. Что касается проблем по комиссионным вознаграждениям, ну вдруг такое возникло, то этим у нас занимается Дарья Чугунова, наш бухгалтер, тоже волшебница, которая всегда очень быстро сможет вам помочь. У нее телефона прямого нет, поэтому вы звоните в контакт-центр на горячую линию, просите переключить на бухгалтерию, либо пишите ей письмо на ее имейл, который как раз перед вами, перед вашими глазами. Конечно же, ситуацию нужно описывать конкретно, детально и без каких-то чрезмерных эмоций. Конечно же. Я понимаю, что там, где речь идет о деньгах, там всегда у нас присутствуют чрезмерные эмоции. Но если вы будете четки и конкретно, то задача решится намного быстрее. Сразу хочу сказать, что Дарья Чугунова занимается теми вопросами, которые, ну вот совсем что-то такое из ряда вам выходящее произошло. Если, допустим, вы просто по какой-то причине не получили комиссионный, то прежде всего нужно задать вопрос, а почему? Задать себе этот вопрос. И на самом деле иногда эта ситуация не обязательно должна доводиться до Дарьи, потому что она решается еще на вашем уровне. Вы сами можете разрешить свою проблему. Поэтому обращаться к Дарьи вы можете только в крайних случаях, когда ситуация от вас абсолютно не зависит. Что касается вопросов развития бизнеса, это навыки управления, это рост вашей структуры, то этим у нас занимаются региональные менеджеры по развитию бизнеса. Их телефоны, имейлы и скайпы все выложены на сайте компании, и вы можете поинтересоваться у вашего вышестоящего лидера, как можно связаться с вашим региональным менеджером. Сразу хочу сказать, что региональные менеджеры работают по территории. То есть вся территория Украины распределена между региональными менеджерами. И если, допустим, вы имеете какой-то интерес на той территории, на которой сами не живете, которая относится к другому региональному менеджеру, то вы смело можете найти его контакт и обратиться к нему. То есть это ваша уже совместная работа будет, и вашего спонсора, и вашего регионального менеджера. Вместе вы можете достигнуть достаточно серьезных результатов. Сейчас мы с вами поговорим о том, что же нужно для того, чтобы вовремя получать ваше комиссионное вознаграждение. Итак, компания выплачивает вознаграждение, как вы уже поняли, и частным предпринимателям, и физлицам. Итак, для того, чтобы получать вовремя и всегда получать свое агентское вознаграждение, вот эти самые 5%, которые компания платит за работу вашего фармасипункта, то необходимо подписать с компанией маркетинговый договор, агентский договор и договор поручительства. Эти документы подписываются один раз, как раз в момент открытия фармасипунктов. То есть, может быть, вы уже сейчас его подписали, либо будете подписывать после обучения, и вам необходимо обязательно выслать его в компанию. Только при наличии этих документов вам будет открыт фармасипункт. И, соответственно, к этим документам нужно приложить документы своей копии. Если вы являетесь частным предпринимателем, то какие документы вам нужно предоставить? То есть, вам нужно предоставить копию паспорта обязательно, копию справки о присвоении идентификационного кода, копию свидетельства о регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Это для тех, кто достаточно давно регистрировал свое частное предпринимательство, и у кого оно еще есть в наличии, то есть, не было никаких изменений, и осталось еще свежим вот это вот оранжевое свидетельство, как мы его называем. Если же вы регистрировались недавно, регистрировали свое свидетельство, то у вас этого свидетельства в наличии не будет. Вместо этого дается так называемая выписка из единого государственного реестра. То есть, оно на сегодняшний момент заменяет вот эти вот карточки, которые раньше выдавались с частным предпринимателем. Также вам необходимо копия свидетельства об уплате единого налога действующего образца. Обязательно нужно, чтобы там стояло, что вы зарегистрированы в третью группу, в третью категорию, а это 5% от того оборота, который вы делаете, то есть от того вознаграждения, которое вы будете получать. На сегодняшний момент некоторые налоговые не выдают вот это свидетельство об уплате единого налога, но в этом случае, если в той налоговой, где вы зарегистрированы, не практикуется выдача этих свидетельств, то вам необходимо взять из налоговой справку, произвольную справку с печатями, штампами органа о том, что вы все-таки зарегистрированы в налоговой, если стоите на едином налоге третьей группы. То есть в произвольной форме выдается эта справка, вам только нужно ее заказать в налоговой. Какие же кведы у вас в обязательном порядке должны быть? То есть у вас должны быть кведы 4618, либо 4619. Здесь допустимо или, или. То есть либо тот, либо тот квед у вас должен быть указан. Эти кведы необходимы для получения агентского вознаграждения, то есть для того, чтобы вам компания платила за работу вашего фармасипункта. Для того, чтобы получать маркетинговое вознаграждение, вам необходимо, чтобы были указаны все три кведа. 6399, 7320 и 8299. Эти кведы в обязательном порядке должны быть у вас указаны в вашем вытяге. То есть здесь не прописано, что должен быть вытяг, но вам в обязательном порядке нужно взять этот вытяг из госреестра, причем брать его полный, потому что именно в полном вытяге указываются все кведы, на которые вы зарегистрированы, все кведы вашей хозяйственной деятельности. Для тех частных предпринимателей, которые работают давно, возможно, в наличии вот этой справки 4 ОПП. То есть если у вас есть вот это оранжевое свидетельство о госрегистрации, то у вас и в обязательном порядке должна быть эта справка 4 ОПП. У новых частных предпринимателей такой справки, так же, как и сообщение о взятии на учет пенсионный фонд, уже, конечно, не будет. Все эти документы, по сути дела, заменяет вытяг, который вы берете там, где указано полностью все, что нужно знать о ведении вашей хозяйственной деятельности. И последний документ, очень важный документ. Вам нужно взять справку об открытии банковского счета именно субъекта предпринимательской деятельности. Обычно эти счета начинаются на цифры 2600 или 2605 с обязательным указанием полных реквизитов МФО, КПО, расчетный счет и, возможно, даже назначение платежа. То есть тоже может понадобиться в этой справке. Поэтому вы берете ее в банке любом, который вам удобен. Не обязательно это должен быть приватбанк. То есть вы берете для себя, выбираете тот банк, который вам удобен и заказываете там свою справочку. Это все, что необходимо частному предпринимателю. Для держателей фармации пунктов физлиц необходимо предоставить только копию паспорта, копию справки о присвоении идентификационного кода и, собственно говоря, вот эту же справку об открытии банковского счета с указанием полных реквизитов. То есть здесь счет не частного предпринимателя, здесь счет физлица, опять же, любого банка. Это те документы, которые предоставляются один раз в компанию. Если только вы не регистрируетесь сначала как физлицу, а потом через время хотите стать частным предпринимателем. В этом случае вам придется повторить эту процедуру, еще раз распечатать документы, но уже для частного предпринимателя и приложить все соответствующие частному предпринимателю документы. Если же вы сразу ЧПшник, то, в принципе, это делается один раз в жизни. Но вот следующие пункты, их необходимо нужно будет соблюдать каждый месяц. И что это такое? Распечатывать и подписывать реестры консолидации и акты выполненных работ. Все это делается ежемесячно и высылается в бухгалтерию компании. То есть нет акта реестра, нет вознаграждения. То есть вы должны запомнить, что акты и регистры являются как раз вот тем сигналом, который служит для бухгалтерии кнопочкой. Отсылать вам комиссионные, либо не отсылать. Хотите вы их получить именно в этом месяце, либо не хотите. Очень важный момент для получения вознаграждения является отсутствие дебютурской задолженности. Мы с вами об этом уже говорили в самом начале. Вы, наверное, уже поняли, что если у вас будут просроченные платежи, то это может принести вам как раз проблемы с получением вашего комиссионного вознаграждения, вашего агентского вознаграждения. Поэтому вот этот четвертый пункт вы должны соблюдать и блюсти чистоту своего отчета о дебютурской задолженности. Хочу вам сейчас показать и дать такую вот сборную табличку, которая сразу вам поможет сориентироваться, как же можно получать свое агентское вознаграждение. Как я уже говорила, у нас есть два вида вознаграждения. Маркетинговое и агентское вознаграждение. И, как вы уже поняли, мы работаем с двумя видами. С физлицами и с частными предпринимателями. Итак, разберем физлица. Если физлицо хочет получить свое маркетинговое вознаграждение, какие есть способы его получить? Первое. Он может накапливать 6 месяцев свое агентское маркетинговое вознаграждение. Если он накапливает 6 месяцев, то дальше нужно постараться быстренько его получить, потому что предыдущие месяцы начинают сгорать. То есть, если вы задержались с получением, то, соответственно, первый месяц и так далее могут просто сгорать постепенно. А компания хранит ваши деньги полгода, не больше. Второй способ. Это дополнительная скидка с личного заказа. Например, вы сдаете заказ на 500 гривен, к примеру, то система при расчете вашего заказа автоматически может предложить вам расплатиться за часть этого заказа, расплатиться своими собственными комиссионами. Например, предложить 80 либо 100 гривен списать в счет погашения вот этих 500 гривен с вашего вознаграждения. Предсказать, какой нет определенного процента, который будет списываться. То есть, здесь система рассчитывает в зависимости от того, какой вид продукции вы заказали в своем заказе. Это может быть высокодоходная или низкодоходная продукция. То есть, чем более высокодоходная продукция, тем больше процент комиссионных в виде скидки с нее можно списать. Таким образом, сейчас не буду рассказывать эту сложную систему расчета, потому что, когда вы будете видеть свой заказ перед глазами, Одинеска сама предложит вам, какую сумму можно списать и какую сумму можно расплатиться. И предсказать, какая это будет сумма, мы сейчас с вами не сможем. Но, тем не менее, вы должны понимать, что маленькие комиссионные, которые могут присутствовать на первых этапах развития нашего и лидера, и фармаси-пункта, можно списывать как раз вот таким вот достаточно удобным способом. То есть, расплачиваться за свой собственный заказ. Если речь идет о комиссионных чуть-чуть побольше, но вы, например, не хотите еще пока регистрировать частное предпринимательство, то в этом случае дополнительная скидка с заказов своей первой линии, обязательно консультантов без статусов, вполне возможно. То есть, вы можете своими комиссионными погасить и заказы консультантов вашей первой линии. Но уже ваша задача будет, как вы эти деньги потом заберете. То есть, ваш консультант, например, Маша, Катя, Света, просто заплатит не по 500 гривен за свои заказы, а, например, по 400 каждая. Но эти 100 гривен отдадут лично вам. То есть, как вы организуете этот процесс, это уже ваше дело. Ну и, наконец, выплата на банковскую карту с удержанием налогов и сборов. То есть, если вам не подходит ни один из этих трех вариантов, то свое маркетинговое вознаграждение вы можете получать живыми деньгами на банковскую карточку, которую вы указали при регистрации. И, единственное, вы должны понимать, что из этих денег будут удержаны обязательные налоги и сборы. По какой схеме они удерживаются, вы можете сейчас увидеть под звездочкой 1. Под одной звездочкой вы увидите пример, как, например, из 1000 гривен, которые вам начислены, какая сумма пойдет вам лично на руки, на вашу карточку. То есть, будет отниматься 25,74% пенсионный фонд и сбор, минус 2,2,6% это единый социальный внесок, и минус 15% это подоходный налог. То есть, 614 гривен остается от 1000 гривен, после того, как компания обязана будет удержать все налоги и сборы. То есть, кому-то этот способ кажется очень простым. И, допустим, если он не хочет регистрировать частное предпринимательство, то, в принципе, намного проще согласиться на такую систему выплаты, чем регистрировать частное предпринимательство. И до определенного момента, то есть, до определенной суммы вашего вознаграждения, возможно, этот способ является достаточно удобным. То есть, он удобен, как правило, где-то до 1000, до 2000 гривен. И, в принципе, можно вполне использовать вот такой вот вид выплаты вознаграждения. Что касается агентского вознаграждения для нашего физлица, то тут существует только два варианта. Первый. Либо вы накапливаете его 6 месяцев, либо вам компания автоматически выплачивает эти деньги на банковскую карту по той схеме, которую только что вы видели. Другого варианта доп. скидка на агентское вознаграждение не распространяется. То есть, получить деньги вот этим способом, номер 2 и номер 3, агентское вознаграждение невозможно. Что касается частного предпринимателя, то здесь все намного проще. Здесь всего лишь два варианта, они достаточно простые. Первый. Вы агентское либо маркетинговое вознаграждение накапливаете 6 месяцев, а потом получаете в 100% виде. Либо второе вы получаете сразу на банковскую карту при условии, что есть все ваши документы, есть все ваши акты, реестры. То есть, в этом случае вы получаете 100% вашего вознаграждения и самостоятельно оплачиваете положенные 5% от этой суммы и самостоятельно платите пенсионный фонд, если вы не являетесь пенсионером. То есть, вот эти выплаты вы делаете уже сами, компания ничего не удерживает из ваших комиссионных. Она вам просто вот эту грязную сумму, например, у 1000 гривен она просто выплачивает вам на карточку. А как вы уже там разбираетесь с налоговыми органами, это уже ваш вопрос. Что еще вам важно знать и понимать? Это то, что для существующих лидеров существуют такие еще условия. Выплаты вознаграждения, например, маркетинг план, для того, чтобы получать это вознаграждение живыми деньгами на карточку, то все лидеры должны в обязательном порядке заключить так называемый гражданско-правовой договор. Если лидер его не заключил, то есть мы сейчас говорим не обязательно о фармаси-пункте, мы говорим просто о лидере, который только-только растет и не имеет еще своего собственного фармаси-пункта. Если вы хотите все-таки получать вот этим живым способом, получать на карточку, и вы готовы к тому, что компания будет удерживать налоги из ваших комиссионных, то в этом случае обязательно наличие гражданско-правового договора. Его необходимо распечатать в двух экземплярах, заполнить, подписать, ну, конечно же, приложить копии паспорта и идентификационного кода. Также нужно предоставить реквизиты карточного счета, куда вам будут перечисляться деньги, и ежемесячно подписывать, распечатывать акты выполненных работ. То есть это мы говорим о маркетинге, о вознаграждении для нефармаси-пункта. Если в вашей структуре есть люди, которые еще начинают только строить структуру, подрастают, но они еще не могут открыть, либо не хотят по какой-то причине открыть свой собственный фармаси-пункт, то в этой ситуации это будет уже ваша задача, помочь им, подсказать, где взять этот маркетинговый договор, как его подписать, какие документы приложить, ну и, собственно говоря, распечатывать акты, высылать их в бухгалтерию компании. За этим тоже было бы неплохо, если бы следили вы, как вышестоящий спонсор. Поэтому вот такие вот условия существуют еще для нефармаси-пунктов, как можно получать на карточку свои деньги. И сейчас привожу вам пример актов и реестров. То есть хочу, чтобы вы раз и навсегда запомнили, как они должны выглядеть и где их нужно подписывать, потому что от правильности заполнения этих документов зависит, получите ли вы комиссионные в том или ином месяце, либо по какой-то причине ваш акт будет забракован и комиссионные в этом месяце не перечислены. Итак, перед вами акт, тот, как выглядит он для частного предпринимателя. Он в обязательном порядке должен быть распечатан на одном листе. Сзади должна быть абсолютно чистая страничка, то есть ни на каких черновиках мы его не печатаем. И с двух сторон мы тоже это так напечатаем. То есть штрих-код вверху должен быть читаемый, тогда ваш акт будет обработан намного быстрее. И подпись ставится вот там, где вы видите эту красную закролючку, вид выкунация. Все, больше вы на этом акте ничего не пишете, никакие даты не проставляете, только подпись. Что касается реестра. Сейчас мы уже, к счастью, не печатаем эти огромные столбки бумаги, где каждый реестр, каждая консолидация была на отдельном листочке. Сейчас есть вот такой вот перечень всех ваших консолидаций за месяц, которые вы провели, отпустили со своего фармаси пункта. И ваша задача напротив каждой консолидации поставить подпись. То есть вот это вот место, обведенное красным маркером, вы видите, то есть в каждой строчке обязательно должна стоять ваша подпись. Без этих подписей этот реестр принят и введен в систему не будет. То есть если вы пришлете просто пустой лист без подписей, то в этом случае, к сожалению, будет застопорено выплата вашего вознаграждения. Что касается актов по физлицам, то здесь вот перед вами сейчас акт, который высылается, распечатывается физлицом. В этом случае у нас первая левая часть – это как бы договор об оказании услуг. И, собственно говоря, акт у нас идет на правой части. Для физлиц он должен быть распечатан именно в таком виде, на одном листе, не на двух листах, не с двух сторон, в начале договора и акт, а именно вот так, как он есть. Для этого в нашей 1С есть такая замечательная кнопочка «Сохранить акт». Он сохранится именно в том формате, в котором вам необходимо его просто распечатать и не внести никакие изменения. Обратите внимание на то, что подписывается он на двух сторонах. Там же в красном помечено, где ставить подпись, писать фамилию инициалы, подпись, фамилию инициалы. То есть должен быть таким образом левая часть подписана, и правая часть подписана вашей подписью. То есть очень важно, чтобы физлицы отправляли свои договора именно вот в этом виде, то, что вы сейчас видите перед глазами. Ну и вы должны помнить о том, что все выплаты, которые осуществляет компания «Фармаси», производятся официально, естественно, с уплатой всех налогов и сборов, и с подачей всех соответствующих отчетов налогов и фонда социального страхования. Все это подается персонифицированно, то есть пофамильно, по каждому получателю средств. Поэтому вся эта информация, поступившая в пенсионные фонды, в СОБЕЗы, центры занятости и прочие инстанции, которые будут производить социальные выплаты, вы должны понимать, что эти все данные будут приравниваться к заработной плате. Несмотря на то, что вы не состоите в штате компании, получаете вознаграждение по гражданско-правовым договорам. И если у вас есть какая-то заинтересованность, есть какие-то выплаты, которые могут пострадать от того, что мы подадим эту информацию по вам, что вы получили дополнительные доходы, то вы должны это в обязательном порядке учитывать и проконсультироваться в этих органах, для того, чтобы потом не было очень печально, что вы потеряли какую-то субсидию или потеряли какую-то выплату. То есть прежде чем регистрировать договор с компанией, прежде чем получать вознаграждение, вы должны понимать, отразится ли это каким-то образом на других ваших выплатах. То есть здесь наша задача вас предупредить, а ваша задача выбрать. Хотите вы это, возможно ли это сейчас для вас, либо нет. Для новых лидеров до статуса управляющего будет как раз вот возможно вот эта вот дополнительная скидка, то, о чем мы сегодня с вами говорили, как форма получения комиссионных. Но если вы достигаете статуса управляющего, то тогда уже дополнительная скидка для вас не будет возможна. Вы сможете получать свои комиссионные, только открыв частное предпринимательство. То есть статус управляющего – это тот статус, который дает уже и большие доходы, и очень логично, что вы открываете частное предпринимательство, то есть уже меньше платите вот этих налогов, вы платите только свои 5% и пенсионный фонд. Также, естественно, вы можете воспользоваться правом накопления вознаграждений в течение 6 месяцев. Опять же, это возможно как раз для тех людей, которые не хотят сейчас каким-то образом показывать свои доходы. Опять же, может быть, из-за каких-то ситуаций с социальными фондами, то через 6 месяцев, например, вы получаете одной суммой сразу все деньги и уже платите с нее налоги в том месяце, в котором произошла выплата. То есть таким образом мы не заденем ваши интересы. То есть вы можете воспользоваться и такой вот схемой. Ну и хочу сказать, что за несвоевременно оплаченные заказы у нас начисляется пеня. Это не очень приятный момент. Однако у вас есть все инструменты для того, чтобы повлиять на эту ситуацию и не допустить просрочки заказа. Как вы помните, все в ваших руках, и вы имеете полную возможность и полное право решать, по какой форме пройдет оплата данного заказа. Будет ли вообще у вас возникать просрочка, грозит ли вам какая-то пеня, либо у вас всегда все будет чисто и красиво. Ну и наконец хочу, чтобы вы понимали, какой действительно титанический труд лежит и на наших фармасекунтах, и на компании вообще, для того, чтобы наш клиент что-то получил. Например, наша клиентка хочет помаду. Кому она обращается? Конечно же, она ищет себе консультанта, либо консультант ее находит. Но консультант напрямую сдать заказ в компанию не может, потому что есть фармасекунт, который управляет этими заказами, который стоит на страже интересов и компании, ну и, собственно говоря, своих собственных. Этот фармасекунт передает этот заказ в компанию. Компания передает на склад. На складе заказ собирают, и включается третья сторона, компания-перевозчик. Эта компания-перевозчик доставляет заказ туда, куда было указано фармасекунтом. И консультант, забрав заказ на складе новой почты, либо интайма, либо постмана, передает нашему клиенту заказ. Таким образом, вот этот вот круг замыкается, и вы видите, что здесь ни одно звено выпасть просто не может. Если хотя бы одно звено здесь выпадает, то наш клиент, к сожалению, свой заказ получить не сможет. И с сегодняшнего дня, приняв вот это решение, важное ваше решение, стать фармасекунтом в компании, Я хочу, чтобы вы понимали, насколько вы важны, насколько важную и главную работу вы делаете в компании. Без вас этих заказов просто компания получать не будет. Я вас поздравляю сегодня с принятым решением. Я желаю вам удачного сотрудничества. Я желаю вам действительно использовать этот инструмент с толком и для собственного развития. Пусть ваш бизнес растет, процветает и на ваше благо, и на благо компании. Спасибо вам за внимание и удачного вечера.